В первом тайме мы показали отличный футбол, футбол европейского уровня. Получалось много атак, забили красивый гол, имели еще много подходов, хорошо прессинговали, хорошо оборонялись. К сожалению, во втором тайме не смогли продолжить играть так же, и была на поле равная игра. Соперник не создал моментов во втором тайме, но мы должны увеличивать преимущества, чтобы более спокойно чувствовать себя в конце матча. Но тем не менее, благодарен футболистам, это очень важные три очка для нас, и я рад, что мы их добились. Думаю, в втором тайме мы не видим, что мы не видим, что мы связали с другими, но мы не можем не видеть. Мы очень многое, мы сегодня с чем-то действиями, только что мы работаем. В санях у вас есть вопросы, мы не знаем, что мы общаемся, но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Ваши игроки так плохо, слабо сыграют? Не знаю, честно, не знаю почему, с чем это связано. Надо спокойно посмотреть игру без эмоций. Возможно, успокоились, потому что в первом тайме очень многое получалось. Соперник, наоборот, показывает в последнее время хороший футбол. Шамахи сделали шаг вперед в качестве. И чуть-чуть мы, наверное, переоценили себя. Нельзя бросать играть, можно играть 90 минут на высочайшем темпе. Эмоций из шаги отвали в истоке. Но обязательноawsze вознаги они разбилили славу. Хир стали идеи. Арщит account, мы очень-выскать, как думает феерты, мы думали, феерты созданы. Но это очень очень что-то, но с деталью измировано. Что-то известно. Мурат, вы знаете, родные проблемы, это не имеет проблемы? На старте, это очень неизвестен, что-то... ...очень... Много проблем с арбитром. И сегодня вы использовали, например, в русском языке есть жаргон, который даже сегодня вы использовали. Это жаргон против арбитров. Какой жаргон я использовал? Вы приняты использовать несколько раз. Вы что, возле меня были? Нет, я там слушал. Я вам даю здесь. Нет, я вас слушал. Я вам очень внимательно слушал. Надо было еще внимательнее слушать. А вы не кажется, что в Азербайджане есть огромные проблемы с судейством? Просто огромные. Вы можете говорить, что меня удаляют, что я веду себя как-то неправильно. Но вы никто не говорите, что просто ужаснейший уровень судейства. То, что делал сегодня этот парень со своими помощниками, они просто убивали нас все 90 минут. Они все свистели в пользу наших соперников. Это просто неуважение. То, что они делают. И, конечно, когда ты говоришь, чем ты недоволен, тебе сразу карточку, карточку и все. И все. А вы только видите мою красную карточку. Хоть раз посмотрите, что делает человек со свистком. Один матч чемпионата назовете хоть одну ошибку, которая была в пользу собака. Ни одной вы не назовете. Постоянно против нас непонятные решения, непонятные вещи происходят. И никто этого не замечает. Все молчат. Говорят, только вот ты красную карточку получил. И то, что вы сказали, что я говорю, какие слова. Когда идет матч, если кто-то говорит эти слова, которые вы сказали, здесь ничего страшного нет. Это не оскорбление личного арбитра. И не нужно сейчас вот это говорить, русские слова, которые... Это слово для связки слов. Это не оскорбляет оно никого. Я не уверен, что я его говорил. Лично кому-то арбитру. Не надо подливать, сейчас здесь тоже свои провокации делать. Хорошо? Уже проходили мы это все. Буманамсу не кец мыщились. Каждый тур мы отмечаем ошибок арбитров. Лично я, как корреспондент футбол пьюса, мы оценим вашу работу как тренера очень высоко. Это мои игроки. Какая проблема? Я общаюсь с ними так, как считаю нужным. Могу с женой иногда жестко, с детьми поговорить жестко. Давайте об этом тоже поговорим. Продолжение следует. Они проигрывают в чемпионате один раз из 50 матчей. Вы шутите что ли? О каких удачах вы говорите? 50, 49 матчей без поражений. 40 побед, 9 ничьих, вы говорите, у Карабаха неудача. Я честно, я буду самым счастливым неудачником, если у меня будет команда раз в 50 матчей проигрывает. Давайте реально смотреть на вещи. 32 тура один и тот же вопрос. Поборетесь с Карабахом. Я бы поборолся, но они не проиграют полтора года. Одну игру проиграют. У меня осталось сколько? 4 игры. Я постараюсь их выиграть. Но Карабах на 7 очков нас опережает. На 7 очков. Я имею ввиду, не только два матча, которые последний тур, они уже один поражение и ничьи делали. Вот это я имею ввиду. Неудачи как бы. Какие же это неудачи? Ну какие же неудачи? Они идут с фантастическим набором очков. Вы спросили, есть задача у нас? И у нас задача в 2 северокубке. Хотим ли мы занять второе место? Хотим. Если получится занять первое, но это же не от нас зависит. 7 очков преимущество над Карабахом. Тренер, я хотел знать ваше мнение насчет кубковых матчев. Вы ждали, что в финале встретиться не в чьей габалах? Я ждал, что в собак будет в финале, но не получилось. Спасибо. Спасибо.